итак давайте посмотрим что у нас сейчас получается у меня здесь 7 фрагментов сейчас провязана и я сейчас в одном из лицевых рядов то есть я должна вязать желтой ниткой но вот это вот сейчас 7 7 рапортов от этого моего узора в высоту это достаточная высота для того чтобы начинать собственно формировать следок для того чтобы сформировать следок мне нужно будет закрыть вот эти центральные петли и я хочу оставить по 5 петель с каждой стороны и закрыть мне нужно будет вот эти 66 петель которые в середине закрывать ей буду лицевом ряду и у меня здесь немножечко сбивается будет сбиваться рисунок но я считаю что этим можно пожертвовать 3 4 5 итак следующие петли я закрываю вот таким вот образом все петли закрыл закрываются подряд и у меня остается вот такая вот дырочкой и теперь у меня работа переходит в плоское вязание то есть сейчас это пока еще неудобно но я должна переформировать мою работу и так переформировать работу мне придется видимо вот здесь где-то посередине то есть я просто меняю местами пиццы они у меня теперь располагаются по другому то есть раньше у меня боковой шов был где-то сбоку сейчас у меня работа сложена пополам по подошве и и верху и так дальше вяжем наш рисунок теперь мы переходим как раз таки в работу в плоскости и у нас все петли получаются лицевыми то есть на мой взгляд работа становится еще даже легче чем она была в общем рисунок естественно не меняется меняется только схема его выполнения за счет того что мы прекратили вязать круговые ряды вот здесь вот у нас получается один лишний ряд но ничего с этим не поделаешь мы на это внимание обращать не будем мы потом закроем это все красотой и так сейчас мы провязываем все желтые петли тоже лицевыми при этом когда мы перебрасываем серую петлю работа у нас сейчас нить у нас сейчас перед работой потому что изнаночная сторона у нас сейчас перед лицом перед нашим лицом желтые петли провязываем лицевыми серую снимаем не перед работой то есть на изнаночной стороне за сайт за сайт за сайт за сайт по и сейчас у нас должна идти серая нить поскольку поскольку мы перенесли работу здесь я нить оборву оставлю небольшой хвостик и мне придется сделать обрыв нити и сейчас уже можно работу перевести в плоское вязание еще не очень удобно но уже вполне вполне терпимо и итак вот так у меня работа будет моя выглядеть я теперь работаю с серой ниткой 3 петли вяжем одну пропускаем нить за работой на изнаночной стороне рисунок у нас не меняется изменилась только схемой его выполнения плоскости работа выполняется вот таким образом образом повторюсь еще не очень удобно не так как хотелось бы он тем не менее работать вполне можно если если работать на самом деле доставляет какие-то сложности работа вот в таком вот виде то вполне можно разделить это все еще раз на две половинки и вязать двумя половинками я обычно делаю вот таким вот образом я вижу как она есть это сейчас очень быстро пройдет и вообще такие тапочки вяжутся очень очень быстро обычно за один-два вечера можно пару легко связать работы на самом деле здесь очень мало сейчас после того как у меня провязано уже некоторое количество рядов вязать стал стало гораздо гораздо легче потому что работа уже не скручивает спицы и вязание сейчас абсолютно плоская и совершенно свободная вот что у нас получается в общем то на самом деле все это будет вот таким вот образом но пока это вот в такой плоскости у нас вот как это нынче выглядит и продолжаем вязать на необходимую длину в моем случае это 18 полос и тогда же и так вот как наша работа выглядит через некоторое время у меня провязано 18 18 раппортов рисунка я считала серый цвет и серая нитка мне больше не понадобится я ее срезаю я срезаю и убираю и дальше мне нужно сформировать пятку каким образом я это буду делать пятку я буду формировать на центральных восьми петлях и вязать ее будут точно так же как мы вяжем пятки на носках самая обычная пятка шовчиками вниз в данном случае у меня шовчики будут не вниз а наоборот вверх ну в общем я не думаю что это испортит мою работу и так я провязываю сначала все петли лицевыми но провязываю я их не до конца я должна сделать первую убавку и так у меня 1 2 3 4 9 петель с каждой стороны у меня будет закрываться в середине вот включая вот эту петлю должно быть восемь раз два три четыре и оставшихся петель тоже должно быть 9 раз два три четыре да все все у нас совпадает поэтому вот эту петлю я снимаю не провязывая провязываю следующую накидываю предыдущую петлю не провязанную на на только что провязанную и разворачиваю работу переодеваю переодеваю петлю на левую спицу теперь 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 у меня вот это вот провязана петля на правой спице и дальше вяжем нашу 8 петель 2 3 4 5 6 7 восьмую и девятую петлю я подхватываю и провязываю вместе изнаночной переодеваю петлю на левую спицу и разворачиваю работу самая обычная пятка самая простая пятка и здесь мне нужно сделать то же самое сейчас мне 4 петли провязано 5 6 7 восьмую и девятую петлю и я должна провязать вместе в лицевых рядах я сначала провязываю 9 а потом накидываю на нее 8 переодеваю петлю на левую спицу и разворачиваю работу провязываем изнаночный ряд вот она наша восьмая петля подхватываем девятую провязываем изнаночной и переодеваем эту петлю на левую спицу и опять разворачиваем работу то есть фактически мы сейчас работаем только на 8 петлях те которые в середине мы их вяжем все остальные петли которые по бокам у нас остались мы их просто подхватываем разворачиваем нашу работу работа на самом деле движется очень очень быстро потому что вяжется очень малое количество петель фактически все остальные петли просто собираются и у нас уже сейчас видно формируется вот такая пяточка вяческая петля Продолжение следует... 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 и совершенно не хочет держаться к сожалению поэтому я затягиваю нить как можно туже отрезаю хвост и вот этот хвост очень тщательно буду прятать на изнаночной стороне и в общем после того как хвост будет спрятан это собственно говоря вся работа которую я хотела сделать с этими тапочками